Здравствуйте, друзья! Очень многие зрители выпекают дома собственные булочки, пирожки, торты и другие мочные изделия. Но когда начинают готовить тесто, оказывается, что разрыхлитель теста или пекарский порошок в магазине купить забыли. Я предлагаю изготовить этот пекарский порошок собственными руками из подручных средств. Готовлю его постоянно и магазинными средствами не пользуюсь. Он реально работает в изготовлении и он состоит из тех ингредиентов, которые есть на кухне у каждой хозяйки. Я расскажу, как приготовить одну порцию этого пекарского порошка, но если вы готовите многое часто, эту порцию вы можете увеличить на то количество, которое вам необходимо. Нам понадобится 25 грамм обычной пищевой соды, она есть на кухне у каждой хозяйки. Лимонной кислоты нам понадобится 15 грамм и 60 грамм обычной белой муки. Также вместо муки вы можете взять обычный крахмал кукурузный, картофельный, либо сахарную пудру, либо рисовую муку. Сода и лимонная кислота выступают в этом рецепте основными элементами. Все эти три ингредиента нам необходимо очень тщательно перемешать. Я их складываю в общую емкость и хорошо перемешиваю. Вот таким образом. Храним пекарский порошок в стеклянной герметичной банке в сухом темном месте. Мука в этом рецепте необходима для того, чтобы основные вещества не вступали в реакцию во время хранения. Если вы печете кондитерские изделия на воде или молоке, то лучше добавить пекарский порошок. Если ваша выпечка является на кефире, простоквашей или кисломолоке, то в этом случае вместо разрыхлителя нужно добавлять обычную соду. Если вы досмотрели мой ролик до конца, подписывайтесь на мой канал. Ставьте пальчик вверх. Всех благ вам и здоровья!